Во-первых, здравствуйте, во-вторых, спасибо, что сегодняшний вечер вы потратили на музей. Как, собственно говоря, зала обстоят с историей Тулы, всякий может выяснить, зайдя, например, на сайт губернатора или на сайт администрации Тульской области, или даже открыв Википедию, потому что во всех официальных, полуофициальных или неофициальных текстах, связанных так или иначе с прошлым Тулы и Тульского края, вы найдете дату основания города – 1146 год. Вообще, я даже не собирался на эту тему говорить, но придется повторить одну вещь, которая на самом деле историкам известна достаточно давно. 1146 год – это, как раз выражается, профессионалы компьютерного дела, а также коллекционеров ИГ. это ошибка, которая, в общем, выяснена довольно давно. Но, тем не менее, вот она, поскольку висит... Так, вообще, если на пространстве, я прошу извращения. Извините, ради бога. Я воткнул там ножечку, да, а он показывает, что он уже не читает. Поэтому, начнем мы... Извините. Так, что он уже... Я поздоровлю вас сотрудникам. Я поздоровлю вас сотрудникам. Открывайте. Всё, тогда обойдёмся без картинок. Ой, спасибо тебе. Тем более, что они достаточно скучные. Это два текста, которые, наверное, легче было бы читать, воспринимать глазами, чем на слух. Они получатся, да? Ну, поскольку они маленькие, ну, вот с одним там что-то перекидывание случилось, это абсолютно нормально. Ничего, я буду читать громко, медленно и очень... Наташа, вас слышно. Итак, вернёмся к 1146 году и просто вкратце об этом несколько слов. Итак, официальная дата этой действительности не соответствует. Тогда возникает естественный законный вопрос, откуда она взялась. И для того, чтобы на этот вопрос ответить, надо, как нам очень часто придётся, отвлечься немножко в сторону. Взялась эта дата из летописного текста, который называется Никоновская летопись. Создана была эта Никоновская летопись в 30-х годах XVI века. Что тут надо объяснить? Летопись — это погодные записи событий, которые появились в русской письменности, и в русской литературе синхронно с принятием христианской появлением письменности, то есть в X веке. Но дело в том, что ни одна летопись, которая сохранилась до наших дней, за исключением летописи, написанных уже на излёте жанра, это было в XVII веке, все написанные до этого летопись — это всё летописные своды. То есть это текст, которые сведены из разных истучных. Добавок ко всему, древнерусские книжники имели совершенно отличное от наших представление о том, что такое авторское право. Но вот у нас считается максимально точное воспроизведение текста. Для человека средневековья всё выглядело иначе. Ну, чтобы не занимать ваше внимание, просто поверьте мне на слово. Поэтому совершенно нормально, когда при списывании текста его дополняли, расшифровывали, вносили куда что-то своё, это, повторяю, были не ошибки, а определённые представления о том, как должна быть правильно устроена, собственно говоря, интеллектуальная жизнь. Вот с этой точки зрения летописный свод XVI века, повторяющий раз, времён великого князя Московского Василия III, кстати, современник Каменной Тулы, они почти одновременно появились, тоже был не единым летописным текстом, а сводом, сведённым из разных источников. Статья по 1146 годам, как и вообще древнейшая часть Никоновской летописи, взята из старейшего русского летописного свода, название которого вы наверняка слышали, «Повесть временных лет». «Повесть временных лет» доведена до начала XII века в оригинале, то есть 1146 год в неё попадает вполне. И статья, в которой упоминается Тула, а это статья о походе одного из черниковских князей, присутствует и в «Повести временных лет» тоже, но только слова «Тула» там нет. Больше того, там нет не только Тула, там нет названия ещё пяти городов, ну, Ценска, например, того же самого. Проще говоря, у нас есть все основания считать, и не у нас это, собственно, выяснено довольно давно. Меня удивляет просто упорство, с которым за эту дату хватаются. Что текст XVI века – это, собственно говоря, развитие древнерусского текста. Тула, естественно, к тому моменту существовала. Это была «Молодая крепость», это был форпост России на южных рубежах, значимость её была совершенно очевидна. И она была включена в более древний текст, хотя её в 1146 году не было. И, кстати, о 1146 году. Вообще-то, если считать эту дату точной и соответствующей действительности, надо было бы писать 1146-1147 год. В чём тут дело? Дело в том, что Новый год до XIV века, включительно, начинался на Руси, как вы, может быть, слышали, 1 марта. То есть, проще говоря, если при дате у вас нет месяца, вы никогда не определите, к какому году оно относится. То есть это между 1 марта 1 год и 28 февраля следующего. Представляете, да? Поэтому, когда есть месяц, в общем, это можно не отнести с современным расчётом. Когда месяца нет, принято писать двойные даты. Это касается, кстати, и датировок, связанных с лучшим кремлём. Там совершенно аналогичная картина, когда есть одна дата, вместо того, чтобы ставить на самом деле две. Потому что там тоже месяцев нет. Но к этому концу вернёмся. Итак, 1146 год. Ещё раз повторю. В Никоновской летописи, которым пользуются, на которой ссылаются, ведь это результат осмысления книжниками XVI века событий XII века. И не более того. Тогда возникает естественный и законный вопрос. А когда же Тула вообще первый раз упоминается? Вообще, вот есть какая-то дата, от которой всё начинается? Когда вообще слово Тула появляется в русском языке? Дата такая есть. Больше того, месяц даже есть. Это 1381 год, май. В 1300, что случилось, собственно говоря, в мае 1381 года? Годом раньше, ну чуть-чуть поменьше, 8 сентября 1380 года, как всем известно, случилась Куликовская битва. Куликовская битва, как вы помните, свела на поле сражения две армии, в орду Темника Мамая с юга и с севера, противостававшей ей коалицию Соединённые полки русских князей во главе с Великим князем Московским и Великим Ивановичем Товским, как известно. Что, собственно говоря, известно ещё? В этой битве не принимал участие Великий князь Рязанский Олег Иванович своим полками. Ну, карту я не догадался принести сюда, но, наверное, все себе представляли, где находится Рязань. Это правый берег Оки, условно говоря, там наискосочек от Тулы на северо-восток. Так что Рязанские княжества, собственно говоря, это совсем всё недалеко по всем, так сказать, традициям. Да, ну, собственно, и сейчас недалеко, на самом деле. Рязанский князь не участвовал. Здесь надо несколько слов сказать о Рязанском княжестве. Видите, в это время приходится отвлекаться для того, чтобы как-то держать руку на пульсе. Вообще, почему такая пёстрая коалиция явилась на Калюково поле? Почему мы говорим о коалиции князей и ни одной армии Единой Руси? Дело в том, что русские земли переживали это время в период феодальной раздробленности. Ещё на рубеже XI-XII веков Единое государство с центром Киеве разделилось на полтора десятка самостоятельных государственных образований, в большинстве своём княжестве, одну республику Новгородскую. Потом случилось монгольское нашествие, это был 1237-1340 год, и феодальная раздробленность пошла ещё глубже. То есть даже те крупные государственные образования, которые появились на обломках Единой Киевской Руси, продолжали делиться дальше. Проще говоря, вот в процессе этого деления из единого владения киевских князей выделилось Черниговское княжество. Представляете, где Чернигов, да? Чернигов, Путиль, Новгород, Северский, это восточная Украина нынешний сейчас, примыкающая к Белгородской области. Черниговские земли простелались не на юг, в сторону Киева, а в противоположном направлении, на северо-восток. Какие? Собственно говоря, верхнее течение Аки принадлежало великим князьям Черниговских в дальнейших временах. На каком-то этапе, на каком мы не знаем, из довольно большого дома Черниговских князей выделилась дальняя территория во главе с князьями рязанскими. Рязанские князья — это потомки князей Черниговских. Потом Рязанский дом, а это случилось в XII веке, тоже поделился надвое. Из рязанской ветви черниговских князей выделились князья Пронские. Река Проняя — это приток Аки, правый, недалеко от Рязани. И вот на этом довольно небольшой реке располагалось самостоятельное маленькое княжество Пронское. Вот, собственно говоря, процесс дробления тут очень важен для того, чтобы понимать вообще, почему на Куликовом поле коалиция сражалась. Вот рязанский князь в этом виде участия не принимал. Надо сказать, что у него вообще тяжелая была ситуация. Княжество было самым южным, примыкавшим к степям. Степи — это территория, которой издавна владели кочевники-скотоводы. Ну, не будем вспоминать половцев, это было довольно давно. Но так или иначе, после захвата похода на Русь, как известно, появилось в государстве Золотая Орда. А сами монголы, собственно говоря, не изменили своему кочевому образу жизни и продолжали кочевать в южных степях. С этой точки зрения Рязань оказалась таким буфером между русскими землями, находившимися за окой. Естественная граница между степью и лесом, верхний высокий берег левой оки продолжал быть оборонительным буфером до XVI века, между прочим. Такая естественная граница. И с этой точки зрения все, что мы знаем про Рязань, это печальная ее судьба. Ее все время громили все. Ну, во-первых, Рязань первой пострадала во время Батыева нашествия. В декабре 1437 года первая с чего началась эта эпопея с разгрома Рязани. Дальше не буду перечислять, чтобы происходило дальше. Но при самом знаменитом, самым известном рязанским князем, изображении которого находится на гербе Рязани, его звали Олег Ивановича Рязанский, мы его сейчас вспоминали только что. Ведь вот только за его, в общем, достаточно долгое правление он был рязанским князем в 1353 по 1402 год. Мальчиком совсем стал. Вот за эти годы только в летописи попало около десятка сообщений о погроме столицы Рязани, города Переславля-Рязанского, современной Рязани. Ее просто десять раз как минимум жгли, не считая разных иных нападений. Надо сказать, что Москва за это время была сожжена всего один-единственный раз. Тахтамышем в 1382 году. Были русские города, и таких было довольно много, там Тверь, например. Потому что я не говорю о Новгороде, которые вообще не страдали ни от Капулаевского соседства такого близкого. Рязани в этом смысле находилась постоянно под ударами. Возвращаясь к событиям 1380 года. А почему, собственно говоря, Олег Иванович не принимал участие в битве? Вопрос, на который ответа нет и не будет, судя по всему, окончательного. Но зато обстоятельства, в общем, всего вполне понятны. Более того, отношения Рязани и Москвы совершенно не надо себе представлять как вечно контрастационные. Они знали буквально все. В 1371 году москвичи разгромили рязанцев на Корнищеве. За 20 лет до этого, в 1353 году, рязанцы разгромили москвичей под Лопастник на Оке. В 1375 году, через три, собственно говоря, года после Скорничевского поражения, вдруг мы выясняем, что Олег Иванович, как минимум, лояльный сосед московского князь Дмитрий Иванович. Потому что в 1375 году Москва и Тверь подписали договор на московских условиях. Тверской князь покорился волей московского князя. И вот третейским судьем из споров выступает Олег Иванович Рязанский. Почему-то. Хотя, повторюсь, за три года до этого они воевали. В 1378 году, за два года до Куликовской битвы, состоялось известное сражение на реке Вожа, относительно тоже недалеко от нас, такой прообраз Куликовской битвы. И очень хорошо известно, что кроме москвичей, армия царевича Бегича противостояла только князь Круновский со своими собственными полками, полками рязанцев. Почему князь Олег Иванович не принимал в 1378 году участие в битве на Вожа, непонятно. Потому что там рязанцы сражались вместе с москвичами, это совершенно точно. Более того, в этом же году, в 1378, раздосадованный поражением Баты, наслал карательную орду на русские земли. И знаете, кого мне разгромили? Не Москва, а Рязан. То есть, в общем, это и есть прямое доказательство того, что рязанцы на Вожа сражались. А два года спустя на Куликовом поле их не было. Еще раз повторяю, как это объяснить, я не берусь. Но так или иначе, состоялось... Вот теперь мы возвращаемся, наконец, к первому упоминанию Тулы. Видите, как далеко зашли? А можно попросить водички? Спасибо большое. В 1380 году московский князь Дмитрий Иванович, победитель татар на Дону, и, безусловно, лидер, так сказать, депутатов русских земель, решил своей победой воспользоваться правильным образом, как и всякий победитель, и покончить самостоятельностью рязанского княжества. Поэтому год спустя, в 1381 году, в мае месяце, московский князь Дмитрий Иванович подписал с великим князем Рязанским Олегом Ивановичем договор. Древнерусское название договор на грамоте «Докончание». Надо словом «докончить, договориться». Значит, в этом докончании Тула упоминается первый раз. Значит, там такая довольно длинная заковыристая фраза, которую я вам не могу показать, потому что что-то там у меня случилось с Фаеком. Но смысл сводится к тому, что Тула, которую ведали когда-то в Баскаке ханшатые дулы, теперь принадлежит не Рязани, а Москве. Я своими словами пересказываю. Ну вот, в связи с этой фразой, что стоит, так сказать, расшифровать? Первое. И начнем мы с Тула и Баскаков. Вообще, надо вам сказать, что это вообще фраза из договорной грамоты, это, очевидно, послужило какой-то базой для устойчивого представления о том, что название города Тула происходит от имени ханша Тайдулы. Ну, Карамзин просто сказал. Карамзин очень аккуратно выражался на этот счет. Карамзин никогда этого не писал в лоб. Зло в лоб он был талантливый литератор. Потому что дело в том, что по всем законам русского языка с Тайдулы Тула никак не получается. Есть законы по латаризации, когда в процессе развития языка из него слов уходят в какие-то части. Ну, вот самый знаменитый пример «Спасибо». Вы знаете, что это два слова «Спаси Бог», которые превратились в одно и утеряли финал. Вот у всех языков, в том числе у русского языка, есть определенные законы по латаризации, сокращения. И Тайдула в Тулу никак, никоим образом не вращается. У меня есть своя собственная версия, откуда взялось название города Тула. Но это, если интересно, кому-то потом, потому что оно ничем не подтверждается, кроме филологии. Спасибо большое. Итак, Тула в первый раз упоминается в 1381 году как владение, которое ведали баскаки хан-шатай-дулы. Что такое ведать? Вообще, вот что это такое? Из этого выросла еще одна, в общем, достаточно устойчивая такая, ну не скажем, легенда, скажем, мнение, расшифровка текста, попытка его понять, о том, что Тайдула чуть ли не прямиком управляла этим регионом. Надо сказать, что слово ведать в древнерусском языке вообще довольно, ну это слово со многими значениями. В частности, если говорить о ведении баскаков, то первое, что, в общем, наверное, надо повспомнить, это то, зачем вообще баскаки были нужны. Это ханские чиновники, которые присылались из Орды на Русь, потому что здесь, в общем, постоянно вечно стоящих отрядов Орды, похоже, не было. А если были, то они совершенно терялись на огромных российских просторах, никакой роли тут специально не играли, это была не оккупация временной Великой Отечественной войны совсем. Так вот, в том числе обязанности баскаков входило описывать новые территории. Ну, сейчас вот просто сокращая, чтобы время, так сказать, сэкономить все углы, скажу, что, наверное, дело было так похоже. Когда образовалась государство Золотая Орда, когда монголы захватили Русь, то, собственно говоря, зачем захватывать чужие территории? Для, выражаясь красивым языком, экономической эксплуатации. Ведь у нас все время пишут об ужасах, о страхах, о каких-то там невероятных вещах, но все время забывают одно, что вообще чужие территории нужны для того, чтобы их, извините, экономически доить. Эта дойка продолжалась в МСИ до 1480 года с передовыми. Ежегодное изъятие дань, которое называлось в русских источниках «Ордынский выход». Надо сказать, что это, в общем, достаточно тяжелая была, судя по всему, вещь. Мы совсем немного знаем о том, как количественный выход выглядел, но, так или иначе, данные для XV века не существуют. Это было, в общем, серьезное, что называется, нагрузка на русскую экономику. Вот это был принципиальный момент. Поэтому первое, что сделали монголы, когда явились сюда, они сделали то, что подглядели в захваченную ими 30-ю годами раньше китайском государстве. Как вы понимаете, государство номер один в мире тогда, с точки зрения цивилизационной. Там система налогообложения была отработана великолепно еще в первые века нашей эры. Всякое налогообложение на чем базируется? На переписи населения. Если вы не знаете, сколько у вас народ живет, откуда вы знаете, сколько надо с него качать. Поэтому первое, что сделали монголы здесь, они положили Русь в число, как называлось это. То есть просто переписали население. Но переписать у нас, очевидно, все-таки не так просто, как Китай, по многим обстоятельствам. Во всяком случае, в древнейших русских летописных сводах, содержащих рассказ о нашествии 1237-1240 года, число это подмещено под 1257 годом. То есть между числом и походом прошло там меньше двадцати лет. И в число, как сказано, были положены Владимира Суздальские земли и Рязанские. То есть там список вот этого переписанных территорий невелик на самом деле. Почему это тоже большой вопрос? Так ли это было? Были ли еще какие-то? Так или иначе. А Рязань была переписана одной из первых. Еще раз повторю, в 13 веке. Судя по всему, у Прихадшей той дуги, что он зафиксирован, собственно, в договоре 1381 года, к тем землям, которые были переписаны, очевидно, еще во времена Батыя. То есть, может быть, потом как-то эти переписи повторялись, там возобновлялись. Мы не знаем про это ничего. Добавилась еще одна территория, которая называлась Тула. И она, собственно говоря, вот это указание на ханшатой дулу и баскаков, которые висали. Это, скорее всего, указание на то, что баскаки, ханшатой дулы переписали эту территорию. А зачем они это сделали? Эту территорию присоединили к владениям Рязанского князя и, соответствующим образом, увеличили объем его налога, который он платил в Арду. Вот всего лишь. В этом смысл вообще вся их переписи заключался. Когда это было, трудно сказать, но в 60-х годах каких-то. В общем, от Эдуле мы знаем уже те митрополита Алексея, даже не будем сейчас ее вспоминать. Фильм видели по названию «Вардар»? Как кто? Отличный фильм. Мне ужасно понравился. Так вот, Эдула там, кстати, тоже есть. Возвращаясь к нашему сюжету, в 1381 году рязанский князь Олег Иванович, благодаря тому, что Москва рулил тогда всем, потерял политический суверенитет. Этим договором были запрещены все международные сношения. Только с Москвой. Через Москву, точнее. При этом он строил титул великого князя Рязанского, но это ничего не значило. И второе. Он потерял две территории. Вот эту самую Тулу, которую теперь отправляла Москва, еще одну территорию, которая названа так, сейчас скажу, Талицы, Выползов-Токасов. Ну, где находится Тулу, мы более-менее себе представляем. Ну, это понятно, что в течение Тулыцы. Где находится Талицы, Выползов-Токасов, мы тоже себе более-менее представляем. Это верховья Прони. Не подумал, надо было карту принести. Проня правый приток Оки. Вот если по нему подниматься вверх, то в верховьях в промех попадает еще одна река, называется Рановая. Если по этой Ранове еще подняться вверх, значит, то из верховья Рановая до реки, которая называется Воронеж, всего лишь 10 верст. В тех местах, где реки близко подходили друг к другу, с древнейших времен на Руси были специальные такие места, которые назывались, может быть, кто помнит как? Там, где сюда перетаскивали. Волок. Совершенно верно, Волоки. Вот ровно там, из верховья Рановой, был Волок в реку, которая называется Воронеж, а Воронеж, как помните, впадает в Дон. То есть, проще говоря, этим речным путем можно было из Дона попасть в Аку. И, собственно, и попадали. Очень хорошо известно, что в 14 веке именно это направление через Дон было главным торговым путем на юг. Вы приплываете вниз по Дону, а внизу в реку Дона стоит крепость, которая называется Азов. В 14 веке она принадлежала генуэзциям. Вы поплываете в Азовское море, у вас там два шага чуть-чуть налево, и рядом Крымский полуостров, на котором находились генуэзские колонии, а рядом Византия была, и дальше Европа, и так далее, и так далее. Поскольку все остальные пути после татаро-монгольского нашествия в Европу были очень заплывительными, то историки именитые полагают, что в 14 веке именно вот этот Донской путь был основным торговым путем, свяженным русские земли с югом. Поэтому, судя по всему, Дмитрий Иванович Донской, воспользовавшись, повторяю, своим доминирующим положением, отобрал князя Олега Ивановича в 1381 году две территории, которые зачем-то им были нужны. Если про Тулу мы сейчас можем только догадаться, зачем она была нужна, то Талец его ползавтокасов, понятно зачем. Это волок, через который шел торговый оборот могучий. А волок – это что? Это точка, которая приносит хорошие доходы. Вообще, мы всегда рассуждаем о древней русской жизни, забываем о том, что вообще государство – это деньги. Государство – это финансы всегда, ничего больше. Вот как только это вспоминаешь, сразу становятся понятны все дальнейшие шаги. Огромные просторы рязанского княжства, у московского князя были совершенно ни к чему, что с ними делать? Ну вот он сел ровно в двух точках, а вторая – Тула. А по поздним источникам мы знаем, что Тула хотел, собственно говоря, на магистральном пути с юга на север. И судя по всему, это было совершенно не случайно. Итак, в 1381 году Тула, во-первых, упоминается первый раз на странице русской истории, и во-вторых, мы точно знаем, что до этого она принадлежала в Рязани, а после 1385 года принадлежала в Москве. Долго ли она принадлежала? Сразу скажу, недолго. Договор великого князя Олега Ивановича и Дмитрия Ивановича Донского 1381 года – это один из почти 50 сохранившихся между княжеских договоров до кончаний, которые дошли до наших дней, 14-15 века. Их там почти пять десятков. Они изданы все. Есть большой толстый тон, где все сведено поедино под одну обложку. Это был первый известный нам Московско-Рязанский договор, но не последний. Потом их подписывали довольно регулярно. Дети и внуки первых подписантов – сын Олега Ивановича, Федора Ольговича и его московский визави, сын Дмитрия Донского, Василий Дмитриевич. Потом, соответственно, внук Рязанского князя Василия Федоровича, внук Дмитрия Ивановича Донского Василия Васильевича, он же Василий Темный известный. Причем почти наверняка не все договоры дошли до наших дней. Вот за 15 век до нас дошло 4 договора Московско-Рязанских. Первый – 1402 года, следующий – 1434, следующий – 1447. И самый последний Московско-Рязанский договор был подписан в 1483 году и подписал его праправнук Олега Дмитрия Ивановича Донского, великий князь Московский Иван III. Вот если посмотрим на текст этих договоров, повторяю, они все изданы, то выяснится, что в договорах Москвы-Рязани 1402, 1434 и 1447 года, то есть первой половины 15 века, присутствует Тула, но присутствует она там, как владение рязанских князей московских. В последнем договоре 1483 года Тула не упоминается. В чем тут дело, почему и как? Ну, во-первых, надо сказать, забегая вперед, попозже попытаемся подумать, почему так получилось. Все три договора 15 века Москвы-Рязани, которые упоминают Тулу, обозначают это место так – Тула и Берестия. Или Тула и Берестия. Если в первом договоре 1481 просто Тула, то тут прирастает еще какое-то Берестия. Что это за Берестия, откуда оно взялось и почему? Повторяю, попозже чуть поговорим. Вот это, так сказать, в связке постоянно присутствует. Возникает естественный законный вопрос. Первый – когда, собственно, Тула вернулся Рязани в связи с чем? Второй – вот эта вот связка Тула и Берестия. Вообще, так сказать, это часть одного гораздо более серьезного вопроса. А что такое вообще Тула? Вот о чем идет речь? Это что? Это город. Это территория. Это город плюс территория. Ну, как там, уездный уездный центр, например. Это только уезд безо всяких, так сказать, городских центров. Вот что этим термином называли во всех этих договорах 14-го, первой половины 15-го века? Ответим на этот вопрос, в общем, он, наверное, может пытаться понять, что такое Берестия в связи с этим. Ну и, наконец, вопрос номер три. А, собственно говоря, куда делась Тула в 1483 году? Почему присутствуют во всех предыдущих четырех московско-рязанских договорах в конце 15-го века Тула из этих договоров исчезает? Что с ней случилось? Куда она делась? Так, ну что у нас по времени? Вы еще не устали? Нет. У вас еще, по-моему, в середине еще нет. Ой, вы что, третий. Готовьтесь. Что касается того, почему в 1402 году Тула упоминается опять как рязанское владение, но это, в общем-то, логика подсказывает, что в какой-то момент рязанский князь Олег Иванович вернул себе те территории, которые потерял по добру 1381 года. Вот эти два лакомых пуска Тула и талица токасов, с которых, очевидно, собирались серьезные деньги, мы даже, в общем, представляем, когда это произошло. Произошло довольно быстро после Куликовской битвы, всего лишь в 1385-1386 году. Надо сказать, что вообще вот это положение Москвы как перенства и общего княжества никем сомнению в 14 веке не подвергалось, но и Москва тоже иногда впадала, так сказать, в такие какие-то политические слабости, что, в общем, чего удивить. В 1385 году одна из русских земель, Новгородская земля, отказалась платить экстраординарный ордынский налог. Кроме вот того выхода, который все русские земли платили ежегодно, ханы ордынские периодически накладывали на Русские такие экстраординарные поборы. В русских источниках называют очень таким красивым словом «черный бор». Бор – это слово «собиратель». Вот такой «черный бор» был объявлен на Руси в 1385 году, исчисляли его, судя по всему, из экономических возможностей тех или иных земель. Но одной из самых могучих в экономическом отношении земель была Новгородская земля, понятным причинам. Огромная, богатая, не затронутая ордынским нашествием, могучий центр торговли и так далее, и так далее. И Новгород отказался «черный бор» платить в 1385 году. Если бы он его не выплатил, тогда эти земли, деньги пришлось бы раскладывать на всех остальных русских княжеств, чего, естественно, никто терпеть не собирался. Князь Дмитрий Донской собрал коалицию, надо сказать, побольше, чем он на Куликово поле водил, и отправился выяснять отношения с Новгородом. Чем воспользовался рязанский князь Олег Иванович? Человек невероятный, конечно, талант. Ну, понятно, что Рязань в экономическом и военном отношении с Москвой была просто неиспоставима. То есть, небо и земля. И он таким, воспользовавшись, повторяя тем, что Москва была занята Новгородскими делами, создание Новгородской коалиции, провел достаточно элегантную операцию. Весной 1385 года рязанцам удалось захватить город, который называется Коломна, который стоит сейчас. Надо сказать, что среди владений великих князей московских Коломна была городом номер один после Москвы. Это был богатейший центр, самый большой город московского княжения, с очень серьезными экономическими доходами, он стал на водном пути. Как вы понимаете, там Волга дальше, внизу в Волге, Каспий, в общем, все было прекрасно. Как это сделал Олег Иванович, можно только догадываться. Судя по всему, он воспользовался тем, что московский гарнизон следил за состоянием реки Аки только до того момента, когда Ака покрыта была льдом. Там у нас есть указания на числа. Судя по всему, Олег Иванович во время начала ледохода ухитрился по льду переправиться туда. Потому что, в общем, по-другому понять, как взяда была эта могучая крепость, совершенно невозможно. Московский князь Дмитрий Иванович спохватился, конечно, колодом терять очень не хотелось, и обидно было. Но поскольку он был занят новгородскими делами, он отправил своего юродного брата, сяковского князя Владимира Андреевича, воевать с рязанским князем. Владимир Андреевич, вообще, очень удачный полководец, переправился через Окун в районе города Перевицк. Это самая западная часть современной Рязанской области, города сейчас этого нет. И потерпел поражение от рязанцев, был там разбит. Первый и последний раз в жизни. Дальше московский князь отправил какую-то рать на союзное Рязань Муром. И тоже там был разбит. То есть, в общем, сплошные неудачи. В общем, стало понятно, что... Да, он скован с новгородскими делами. Надо договариваться. Надо сказать, что переговоры шли очень долго и неудачно для Москвы. Судя по всему, московский князь торговался, обладая колонной. В итоге, московский великий князь попросил ходить в Рязань преподобную Сергея Радничества, который отправился туда филипповками, чем пешком из Москвы ходил, судя по всему. В итоге, ухитрился договориться с князем Дмитрием Ивановичем. И Москву и Рязань заключили мир. Мы не знаем, был ли этот мир сформирован на бумаге капотном княжеских до окончания. Понятно, что преподобный Сергий вел переговоры в общем-то, потому что потом надо было решать вполне конкретные вопросы. Так или иначе, судя по всему, в результате этого мира князь Олег Иванович разменял заплаченную колонну на те территории, которые он потерял по договору 1381 года, в том числе и Тулу. То есть, в общем, понятно, каким образом она вернулась в Рязань. Это было только начало, потому что в закреплении мира московские и рязанские князья породнились. Он все время вспоминает о том, как он себя неправильно вдал в время Куликовской битвы, что, в общем, вопрос совершенно недоказанный. Но в 1386 году князь Дмитрий Иванович Донской совершенно не постыдился выдать свою дочь за наследника рязанского стола князя Федора Ольговича. То есть, проще говоря, Олег Иванович и Дмитрий Иванович были сватами. То есть, в ближайшие родни. Дело было, повторяю, в 1386 году. Свадьбы такого рода, так сказать, обычно, понимаете, они были политические.